Добрый день, это программа Факты в лицах. С вами Виктор Зайцев и мой сегодняшний собеседник, заведующий наркологическим диспансером Алексей Сухоцкий. Добрый день, Алексей Михайлович. Итак, сегодня мы с вами попытаемся разобраться в том, насколько вредны или безвредны вейпы и кальяны. Давайте с вейпов и начнем. Что такое вейп? А давайте начнем с того, что все-таки это патоморфоз никотиновой зависимости. Если бы не было такого пагубного пристрастия и массового, как курение табака в сигаретах, папиросах и так далее, то не появилось бы вейпы и различные другие приспособления для курения. То есть вы считаете, что это все-таки замена и это именно на этом построено? Да, однозначно. И вообще, немножко историческая справка. Все думают, что вейп появился недавно, что это только этого тысячелетия. На самом деле, китайский фармацевт, которого звали Хом в 60-е годы, разработал Руял, это такой древний вейп-аппарат. Но создавал он его, кстати, в благих целях. Его родной отец погиб от рака легких. Он был курильщиком. И китайский фармаколог решил для человечества придумать прибор, который бы помог преодолеть никотиновую зависимость. И только вот в 2000-х годах данные тенденции перекочевали в Соединенные Штаты Америки. И там претерпели изменения вот этого современного вида. Хотя, по сути, это тот же нагреватель. Ну, что такое вейп сегодня? Вот давайте. Что это такое? Вейп – это способ курения табака. Все-таки курение? Все-таки курение. Потому что большинство растворов для вейпа содержится никотин. Но сами-то вейперы, как они себя называют, они считают, что они парят все-таки. Нет, вейп от английского «парить» как раз. И вейпинг от этого термин произошел. Действительно, есть составы и растворы, в которые никотин не входит. Но это не делает их более полезными. А вот как раз о составах жидкости я хотел поговорить. Из чего состоит наполнение? А формальдекид, глицерин, различные ароматические добавки. И затем нужно понимать, что вот даже исследование по токсическому влиянию вейпов, оно началось за рубежом не так уж давно. Менее 10 лет назад. И ради справедливости нужно сказать, что те группы, которые исследовались, это были относительно здоровые люди, у которых период употребления вейпа был непродолжительным. Поэтому на сегодняшний день говорить об их безвредности или крайней вредности не представляется возможным, потому что нет достоверной информации в большом количестве. Но, опять-таки, сертифицируется жидкость для вейпов в холодном состоянии и как пищевой продукт. И никто не занимается исследованием, что происходит после нагрева. А тот никотин, который, если он есть в составе наполнения, он такой же вредный, как сигареты? Никотин независимо от того, как он попадает в наш организм и в какой форме. В любом случае это никотин. И его влияние точно такое же. При курении классических сигарет вред происходит и от никотина, и от канцерогенов, и от других токсических веществ, которые входят в состав табачного дыма. В состав пара входят также канцерогенные вещества, также токсические вещества, а также там есть ацеталлидегид. Единственное, что там нет угарного газа, СО2, в том классическом понимании, которое имеется в никотин, при курении обычных сигарет. Но, то есть, о безвредности вейпа говорить нельзя? Однозначно нет. Кому вообще не стоит употреблять вейп? Любому человеку, который думает о своем здоровье, употреблять смысл никакого вейпа. А не пугает то, что сейчас очень много молодежи увлекается? А, кстати, также вот английские исследователи посмотрели, у них в образовательных учреждениях зависимость от вейпов больше сейчас, чем от никотиновой зависимости. И это вот как раз пропаганда того, что вейпы вроде бы безвредны были? Да. Да. Но в цивилизованном мире их уже нельзя продавать до 18 лет, либо до 21 года, в зависимости от законодательства. У нас когда-то это может история поменяться? Ну, это уровень законодателей, им принимать решения. Как доктор, я считаю, что в любом случае ограничения должны быть сопоставимы, такие же, как при курении табака. К кальянам нет. А вообще, еще один важный вопрос. Помогает ли вейп бросить курить? Однозначная доказательная база не существует. Если это изначально разрабатывалось именно как способ бросить курить, то сейчас, проанализировав те десятилетия употребления вейпа, нельзя сказать, зачастую люди прекращают курить сигареты классически, переходят на прием вейпов. Вот. Затем, вейпы несколько дешевле, чем сигареты. Учитывая полномерную политику государства с 13-го года до настоящего времени, курильщики видят, насколько подорожали сигареты. Вейпы несколько дешевле. Возможно, это подмена еще и обусловленными материальными аспектами. Ну, давайте к кальянам теперь. Что такое кальян? Он существенно древнее вейпинга. Это индийский культуральный прибор для курения. Тем не менее, его рассматривать как полезный ингалятор нецелесообразно. Действительно, в ряде случаев его можно использовать как ингалятор, но большинство людей в кальянах не используют этот прибор. Точно так же есть составы для кальянов, которые содержат никотин, и есть составы, никотин не содержащие. Естественно, сторонники кальяна говорят, что там все фильтруется через воду, молоко и другие жидкости, что вред существенно меньше. Но, опять-таки, либо это добросовестное заблуждение, либо сфабрикованы какие-то отстаивания интересов для продвижения данного продукта как товара. Я бы вычитал в одном источнике, что даже фруктовые смеси, которые не содержат табака, они все равно вредны для здоровья. Ну, допустим, человек, который курит сигарету, делает это несколько минут. И люди, которые курят кальян, делают это от 30 минут до полутора часов. Действительно, при фильтрации даже никотин, содержащих смеси, концентрация чистого никотина в одной затяжке меньше. Но, представляете, за полтора часа в любом случае человек получает большее количество токсических веществ, в том числе никотина, угарного газа и так далее. Также есть и ацетальальдегид, и фармальдегид, и канцерогены, и угарный газ. А ненегатиновые смеси вредны? И ненегатиновые точно так же вредны. И точно так же формируют зависимость, причем психологическую. Тем более, кальян чаще всего сопровождается курением кальяна с употреблением алкоголя в психологически комфортной обстановке, что, собственно, и ускоряет формирование и психологической, и физической зависимости кальяну. Кроме того, еще и наполнение кальяна есть алкоголь, вот об этом давайте. Ну, есть такие, нет, есть варианты курения кальяна не только через воду и через алкоголь. Вот это опасно? Тоже опасно. Чем? Ну, во-первых, попадание в организм паров этилового спирта раздражает также бронхолигочную систему. Затем, когда курят кальян дым в более низкой температуре, он проникает в более глубокие слои легких. Поэтому пользы здесь не прибавляется ни в коем случае. И сочетанная интоксикация происходит не только угарным газом, никотином, но еще и парами этилового спирта, алкоголя. Вообще, курильщики кальяна чем рискуют? То есть, на какие органы влияет курение кальяна? Абсолютно так же, как при курении сигарет на те же органы, да даже на глаза. То есть, синдром сухого глаза появляется, раздражение, потому что концентрация паров в закрытых помещениях достаточно высока. Точно так же страдает бронхолигочная система. В разы возрастает риск аллергических осложнений, потому что даже безникотиновые смеси содержат различные сухие фрукты и аллергены. Точно так же сердечно-сосудистая система страдает. Сосудистая система. То есть, нельзя назвать органы и системы, которые бы не подвергались токсигенному действию паров, которые возникают при курении. Опасность рака есть? Скажем так, длительных исследований настолько, сколько велось при никотине нет, но тем не менее, в некоторых источниках европейских имеются указания на то, что так же повышает риск развития рака. Отравиться кальяном можно? Можно. Как? Как это происходит? Чаще всего это происходит отравление угарным газом, потому что это закрытое помещение, где длительное время происходит линия и горение, выделяется угарный газ. И отравление, проявление отравления такие же, как при отравлении угарным газом. И курильщики кальяна чаще всего иногда рассказывают, что они переносили такие эпизоды. И здесь требуется некоторая помощь, пусть не экстренная и медицинская, но тем не менее, проветрить помещение или вывести человека, который отравился из помещения, необходимо. Ослабить одежду, чтобы не сдавливало, не мешало дыханию. И там сладкий чай, сладкий кофе, в принципе, здесь будут. Не алкоголь. Однозначно. Симптомы проявления вот этого отравления какие? Ну, то есть шум в ушах, головокружение, даже потемнение в глазах. То есть все, что связано с отравлением угарным газом, то есть удушьем. То есть проявление свойственное, как при удушье. Про последствия читал, что возможно еще и пищевое отравление кальяна. Так и не только пищевое, еще и бактериальное, хоть муштуки одноразовые, но, во-первых, кальян курят чаще всего в компании, и компании не всегда, скажем так, близкородственные и хорошо обследованы. Поэтому можно и пищевое отравление, и бактериальное отравление получить при курении кальяна, даже с использованием индивидуальных муштуков. И подумать, что съел что-нибудь не то. Поэтому вот иллюзия безопасности употребления вейп-производных электронных сигарет и кальяна, она существенно преуменьшается. И хорошо, что мы коснулись сегодня этой тематики, это актуально. И последнее тогда, три или пять аргументов тем людям, которые потребляют вейп или курят кальян, почему этого делать не стоит? Резюмировать. Да здесь аргумент один. Если вам дорого ваше здоровье, то вы думаете, как вы тратите свои жизненные ресурсы, во благо здоровья или в его разрушение. Не нужно потребительски относиться к своему здоровью. Оно дано природой, но мы должны за ним следить все-таки сами. Спасибо. Алексей Сухоцкий, заведующий наркологическим диспансером, сегодня был гостем программы «Факты в лицах». С вами был Виктор Зайцев. Всего доброго.